Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета. Ленинградского интернет-телевидения и фонда Рабочей Академии. Мы с вами успешно завершили рассмотрение и изучение, издали зачет по разделу «Учение о бытии» и переходим к изучению «Учение о сущности». Вот, прежде чем погрузиться в само это учение, давайте мы с внешней стороны его рассмотрим. С внешней стороны «Учение о сущности» помещается в какой раздел? Всего есть два тома. Объективная логика. Два тома. Объективная логика. То есть мы продолжаем изучать объективную логику, а не субъективная логика. Там это будет третья книга «Учение о понятии» и, соответственно, второй том «Малкой логики». А с другой стороны «Бытие» мы с вами уже рассмотрели. Спрашивается, а что можно делать с этим «Бытием» во второй книге, когда мы уже рассмотрели «Бытие». Значит, мы его рассмотрели, рассмотрели мы его, с одной стороны, как качество, то есть «Бытие» с определённостью, да? С другой стороны, как внятое «Бытие» количество, но выясняется, что это ещё не всё. Что мы, так сказать, должны к этому «Бытию» подойти так, что всё, что мы, так сказать, рассматривали, не должно являться рассмотрением только чего-то с внешним взором. А что за вот этим «Бытием», которое, с одной стороны, мы познаём, познали, а с другой стороны, оно нам останавливает дальнейшее познание. А за «Бытием» что-то есть в том, что мы изучали? Мы углубились в это «Бытие» или мы не углубились? Мы его со всех сторон изучили, и с точки зрения качества, и с точки зрения количества. И, между прочим, нам очень крупные сделали выводы, которые используются потом классиками марксизма. А именно, когда мы в учении о мере. А мера относится к какому разделу? К качеству, количеству, мера. В разделе о мере мы видим мера и скачки, переходы. Идут количественные изменения, потом раскачественные изменения. То есть, то, что они связаны между собой, качество и количество, это ясно из того, что количество – это более глубоко понятое качество. Поэтому это не то, что вообще оторвано от качества. Поэтому, если вы будете просто, так сказать, смотреть за изменением количества, вы не должны уже особенно удивляться, что будут какие-то качественные изменения. А качественные изменения какие? Получается, что имеем дело с другим качеством. И это другое качество, продолжает, так сказать, изменяться количественно, потом третье качество. Ну и этому очень много оказывается примеров. Во времена Гегеля примеры брались только чисто физически, вроде того, как вы берете воду. Вода сначала присутствует при определенной температуре, как твердое тело, правильно? Как лед. Причем это очень большой отрезок, да? От минус 273 до нуля. Потом эта же самая вода присутствует скачок. Скачок. В чем состоит скачок? Что вдруг вместо этой самой твердой воды вы имеете воду как жидкость. Но это та же вода. И, скажем, как показали, ну до этого еще, так сказать, при Легегеле не дошли, а всякое изучение химии показалось, что химический состав и льда, и, так сказать, естественно, воды то же самое. И пара то же самое. И вдруг, вот, повышаем дальше температуру. К примеру, берете чайник и он закипает. Кстати, а откуда шум? Почему шум такой при закипании, кто может сказать? Пузырьки схлопываются. А? Пузырьки схлопываются. Пузырьки схлопываются. Почему? Потому что пузырьки, обычный чайник электрический у него, нагревание внизу, вот уже образовался пар, поднимается этот пар куда? Наверх. И лопок схлопывается. И получается, а когда кипит, это бурная аплодисменты уже. Много этих лопков. И ведь тогда чайник ваш выключается, и дальше он отказывается нагревать. Но есть другие приборы, которые нагревают пар. И есть такое понятие, как перегретый пар. И его перегреть можно парой этой воды так, что начнут эти самые молекулы воды разъединяться на отдельные атомы. Отдельные атомы воды, H2O, представляют собой состояние плазмы уже. И вот этой самой плазмой режут металл для того, чтобы делать корабли. Там, как говорится, никакими пилами это не переверешь, если вот такой толщины, когда делают ледокол, или такой толщины металл. Как вы его переверете, какими пилами, о чем говорить? Ну, плазмой это дело режут. И так далее. То есть, уже вот это исследование, которое Гегель проделал на таком физическом уровне, очень важно. А еще более важно, что учение о формациях общественно-экономических, мы тут подошли к применению этого дела, оно тоже на этом построено. Собственно говоря, меняется только одно – производительная сила труда, которая выражается показателем производительности труда. Пока у вас производительность труда или производительность сила труда такова, чтобы один человек не может ничего сделать, чтобы сам защититься от других животных и прокормиться, он может только общинами жить. Сначала стадами, а потом уже и общинами. И совместно все производить. А поскольку эти мужики сейчас едят, нужен тут матриархат. Потому что иначе дети останутся без еды. Поэтому тут тоже все вполне понятно. Главенство женщин в этом самом первобытно-общинном обществе и матриархат. И, наконец, идут всякие воины с другими племенами. Захватываются. Представитель другого племени. Что с ним надо делать с другим? Убить. Убить. Почему? А тогда что с ним еще делать? Если он враг. Если не съешь его, он съест твою. Можно принять свое племя. Да. Были такие случаи, чтобы принимали свое племя. Такие случаи были. Об этом Энгельс пишет. Но были и другие случаи стали появляться. Если у вас уже производительность труда или производительная сила труда такова, что вы можете произвести, один человек может произвести, для того, чтобы прокормить двоих, тогда вообще-то очень неразумно убивать представителя, который... Это же враг, он же, он повержен. Пусть радуется теперь, что его не убили. Пусть работает. Это лучше ему уже, правда? Он будет. И он ему лучше. И тем, кто его держит на половине раба, тоже лучше. Тем более, что с развитием производительных сил уже их можно все больше собирать, богатств все больше давать. И вообще нет тогда необходимости вот этой всей кучей собираться и это решать. Вот мы сейчас почему все кучей собираемся? Потому что в одиночку вроде как трудно эту науку логики. А если каждый может в одиночку это все изучить, то задача сюда и ходить. Правильно? То есть у нас тоже такое первобытное состояние. В одиночку ты не очень это изучишь. То есть как бы каждый что-то изучит. И результат какой-то будет. Ну вы все чувствуете, что поддержка нужна, конечно, безусловно. Хочется, по крайней мере, обсудить. А если вы придете в трамвай или в автобусе будете обсуждать какие-то гегельские категории, вас могут выкинуть из трамвая или из автобуса. То есть самое такое место здесь хорошее. В этом смысле здесь благоприятные люди встречают такие категории, как в себе бытие, бытие для иного и так далее. Или в себе и для себя бытие. И спокойно это воспринимают. Не думают, что надо товарища отвезти в ближайшую, по крайней мере, простую больницу. А там уже идут в больницу соответствующие. Ну вот. Ну это вот получается, что изменения в производительной силе труда. А появляется рабовладение. Но еще больше будет производительность труда зарастать. Если вы перейдете к системе крепостной. А в чем она состоит? А в том, что они как бы свободные с одной стороны. А с другой стороны, они не свободные. В том смысле, что они должны какое-то количество дней работать у хозяина. А хозяином является, так сказать, феодал. Ну и раз, так сказать, это является условием того, что он может на своем участке выращивать, что хочет, как хочет. То, так сказать, тут получается такое соглашение между крепостным и хозяином. Поэтому он не портит орудие, когда работает у хозяина. Наоборот. Он, когда работает у хозяина, он смотрит, как там хорошо скапывать, как что использовать, как организовывать, как сеять, как убирать и так далее. Ну и, короче говоря, феодальное хозяйство, оно дает большой толчок. И все это развивается, развивается, пока не появляется еще больше, более, так сказать, свободное для трудящегося человека хозяйство капиталистическое. Когда вообще вы совершенно свободны. Хотите, ешьте. Хотите, если вам нечего есть, можете умереть. Это ваше дело. Вообще-то никому. Вы абсолютно свободны. И никого это не касается. Поэтому вот пришли к такой стадии развития. Это же опять скачок. Узловая линия отношений. А что изменилось? Производительность труда изменилась. То есть производительность труда такая, что одни люди, которые, в общем-то, ничего особенного и не делают, не сказочно богатые, а другие в это время на них работают. И все свободны при этом. В том смысле, что идет договор. Будете работать у меня за 100 рублей в месяц? Он скажет, не буду. Не будете, вот он пойдет. Он не пойдет, а он пойдет. Ну, я потом прибавлю, конечно, пусть будет не 100, пусть будет 1000, потом там 7000. Но вы же видите сейчас, что зарплата все понижается, а люди работают. Реальное содержание-то у всех понижается, а люди работают. И написано в Трудовом кодексе, что государство гарантирует, в статье 130, обеспечение и повышение уровня реального содержания зарплаты. Как? Что в как? Это лишний вопрос. Гарантирует вам государство и все, что вы хотите еще? Это безусловие, если. А сейчас война. А можно подумать, что когда не было войны, у вас будет... Ну, только о чем речь. А, то есть, на все случаи оно гарантирует. Но никогда этого не добьешься. Никто, ни через какой суд, нигде этого не добился, кроме как через коллективный договор. Через коллективный договор Докер для Восточного порта себе поставили в договор такое требование, что 2% прибавления заработной платы сверх инфляции. Допустим, инфляция 20%, значит на 22% должно быть повышено. 30% инфляции, значит на 32%. То есть, их инфляция не волнует. А всех остальных волнует. А все остальные думают, когда им повысят зарплату. А некоторые, больше всего людей ловят, вот это я наблюдаю, на том, что им, вот если говорят, делают индексацию. А вот вы график индексации не пробовали написать? Будет вот такой, понимаете. Значит, поскольку реальное содержание зарплаты все время падает, вот это нас идет, вот так, да? Полгода идет. То есть, полгода идет понижение реального содержания зарплаты. Потом раз, индексация. До какого уровня? А до того, который был. И опять пошло так. И дальше как? И что? И никогда у вас не будет больше, чем было вот в начале. Никогда. Это Сизифов труд. Ну как, в чем труд Сизифа заключается? Камень-то надо наверх. Закатили? Это значит индексация. То есть, он сам закатывал. Ну, тут государство помогает ему. Закатили, все хорошо. И полгода этот камень катится вниз. Потом опять индексация. Почему под индексацией стали понимать уже не на тот уровень, а вообще на какой-нибудь уровень повысит уже индексация. Потому что в самом слове индексация не указана на какой индекс. Хотя смысл-то экономический в том, что на тот индекс, на который понизилось реальное содержание. И так далее. Короче говоря, вот мы пришли, так сказать, к такому строю, в котором трудящимся, так сказать, обеспечена индексация. То есть, никогда они не выйдут из нищеты. Другими словами. И, наконец, общественные производительные силы их. Они уже, так сказать, как производительные силы, они не нуждаются в капиталисте. Скажем, я когда преподавал у себя в университете, я вот предлагал. Вы хотите, вот я, представьте себе, я крупный капиталист, а мне нужен генеральный директор. Вот пойдете к генеральным директорам. Я сейчас поеду вот на теплые моря, а вы мне раз в неделю будете сообщать, как у нас дела с прибылью. И пока прибыль растет, вы остаетесь генеральным директором. Сколько надо вам платить? Сколько надо вам? Много. Ну, сколько много? Миллиона, давайте миллион. Не беру. Все это миллионы, это не деньги. Сколько денег? Нищета. Есть серьезные люди здесь? Ну, смотрю, нищеброды сидят. Ладно, найду, пойду в свой родной университет, где этих самых президентов и премьеров выращивают, и там найду. А Кудрин у меня был, это председатель счетной палаты, да, дипломникам. Вот там такое место, там много таких выращивали людей. А вы там, ну, что с миллионами, это какое-то прямо посмешище. Народ будет вот смотреть, смеяться будет. Такую возможность упустили. Вот, короче говоря, мы попали уже в такое общество, из которого выход, так сказать, следующий. И у нас, ну, есть, так сказать, есть страны, в которых был социализм построен и утерян, как в Советском Союзе. А есть Корейская Народная Демократическая Республика, которую он построен. Я в ней был две недели. И хочу сказать, что это вообще... Поскольку я в Советском Союзе все-таки прожил при коммунизме, в первой фазе, немало, по крайней мере. Потому что я с 45-го года рождения и прожил рядов до 91-го года, уже много. То я посмотрел, в Корее такая же премьерная жизнь. Я такое было впечатление, что я вот снова вернулся в Советский Союз того времени. Вот, но они не собираются выбрасывать диктатуру пролетариата, и не собираются отступать от этих позиций. И на всякий случай, поскольку у нас мирное сосуществование, и имеют ядерные боеголовки и ракеты. Вот это в отличие от хрущевского поведения, когда думают, что когда верится... Вот сейчас мы с ним договорились, что у нас мирное сосуществование. А посмотрите на него и на меня. Он же меня тут вот выйдет, мы сразу раз, и в бараний рог. Что тут думать? Зная ваше мирное сосуществование. Так, ну вот, так сказать, уже вот это то, что мы с вами изучили, очень применимо для понимания общества, а тем более учения сущности. Ну хорошо, вот вы с внешней стороны, вы понимаете, что вот на человека мы смотрим с внешней стороны. Как отличить, что такое внешнее, что внутреннее? Вот если вы возьмете точку на коже, точку, и шарик маленький, любого диаметра, вот в ней обязательно будет и воздух, и часть ткани. А если вот найдете такой шарик, что только ткань без воздуха, это значит, пошли уже внутренние, так сказать, внутренности вашего организма, внутренние части. Ну вот, а если мы занимаемся только бытием? Вот он вот смотрит, улыбается, а что у него на душе? Может, он задумал, такое задумал, даже не знаю. Вот товарищ задумал, говорит, погружу эти все книги и нам базар. Степан Степанович ему скажет, слушай, давайте и потом пойдем гульню. Третьи, они третьего не берут, главное еще, жадные. Так что вопрос, дальнейший взгляд на это бытие, которое готово к тому, чтобы поставить вопрос, а что, так сказать, а в нем-то что, что за, вот если копнуть это бытие, погрузиться в него, что за этим вот, за этой оболочкой бытия? А что это такое? Это отрицание бытия, правильно? Ну ясно, что вы, наверное, копать-то так не будете, как некоторые, которые играют в хирургов. Нет, так сказать, мы умственным взором должны все делать. Копнуть бытие, то есть разобраться более глубоко в бытие, это что значит? Это взять, подвергнуть его отрицанию. Но если вы подвергнете его отрицанию, если вы внешним образом подвергаете отрицанию, у вас получается второе бытие, третье бытие, это мы все проходили, это уже не проходит. То есть здесь должно быть, так сказать, и его движение, углубление в то бытие, которое мы уже изучили как бытие. И это будет его отрицание. А отрицание, это, так сказать, отрицание бытия, это его отражение, правильно? Мы уже к этому привыкли, отрицание, отражение. Поэтому берется такое слово, как рефлексия. Рефлексия. Сначала мы вроде как берем тогда, получается, что это рефлексия, это такое отрицание бытия, которое в нем. Ну и потом, когда мы рядом их кладем, получается у нас бытие и вот это вот. То, что мы назвали сущностью, оно не как сущность, оно какое-то второе бытие. А не должно быть второго бытия, надо погрузиться именно в бытие. Поэтому, когда у вас появляется второе бытие, вот в самом начале учения о сущностях, вы должны сказать, что нет, это не еще, мы не дивинулись с мертвой точкой, мы не ушли от бытия. Вот давайте мы абсорбируемся от всякого бытия. И тогда мы углубимся и будем рассматривать, что? Отрицание. Отрицание есть? Есть. Вот отрицание есть. Это тоже бытие, но отрицательное бытие. Это бытие отрицания. О! Не бытие того, что есть, а бытие того, чего нет. Вам дать денег, которых нет? Можно дать. А может, может, и не давать. Говорит, разницы нет. Короче говоря, речь идет о такой категории, и вот подставляется категория отраженная такая, рефлексивная, рефлексия. Здесь вот ничего выдуманного такого, выдуманной категории тут нет. Она отражает, она есть отрицание бытия, то есть отражение его. А где отражение? Где в самом бытии? А где еще в отражении? Больше ничего другого-то нету. Он же не голову рассматривает, а рассматривает бытие. То есть отрицание бытия в самом бытии – это рефлексия. И вот первое начало этой самой учения о сущности довольно сложное и для нас непривычное. Почему? Вот если еще вот учение бытия, а бытие – это то, до чего многие дошли. А вот учение о сущности – это такая середина Днепра, до которой не каждая птица долетает. Поэтому тут вот уже начинается, когда это рефлексия. А рефлексия, она себе равна? Да. А? Вы говорите – нет. Он говорит – да. А что вы такой злой? Что вы говорите – нет? Рефлексия себе не равна. Да вы что, подумайте сами. Рефлексия равна рефлексии. Ну вы напишите, хоть посмотрите, как-то вы несерьезно. Это вы сами себя запугали. Не надо так себя запугать. Рефлексия – это вот вы сами себе-то равны. Вы-то равны себе или нет? Наверное, есть виды определенной формы рефлексии. Не надо про формы. До формы нам еще как до Луны. А вы скажите, вы себе равны? Если вы себе не равны, то это уже не вы. Отберите. В каждом месте. Ну, сразу паспорт ваш отберем, потому что вы себе не равны. Это не тот человек, не с тем паспортом. Тут надо сразу вызывать. Это очень серьезное дело. Такие заявления сделать. Я бы вам советовал воздержаться от таких. Вот товарищ. На всякий случай он делает заявление. Да, равны, конечно. И все. Его не дронет никто. Это потом на него можно диалектически дать. Но равны-то не равны. Он говорит, ну и что, что не равны? Равны, не равны. И что? А что? А если равны, равны, это не большая глупость? Что за чрезвычай равны? Вот люди равны. Разве так это бывают люди, которые полностью равны? Не бывает. Поэтому только сначала кажется, что это глупость, что вот равны, не равны. А на самом деле равны только и могут быть не равны. равенство. А если пять равно пяти, и такая философия, которая говорит, что я – это я, ну далеко мы не уйдем с такой философией. Поэтому она на самом деле, когда мы что-то, сама категория равенства, она нужна для того, чтобы сравнивать неравное. Мы изучали математику. Не знаю, тут есть люди еще, которые математики по образованию. Вы самостоятельно занимались. Вы самостоятельно. А мы не самостоятельно со Степаном Степановичем. Вот мы пять курсов окончили на Матмехе, Ленинградском университете. Мы только и занимались только тем, что вот если вот пять, оно всегда равно пяти. Это трудно себя приучить потом к тому, что вот если пять-то вот слева, а вот этот пять справа, то вообще-то у них даже координаты разные. Если координаты, то точки разные. Раз. Как бы вы ни старались их нарисовать, мер вам рисуют на доске и утверждают, что это равные. Но это смешно. Как может быть равные, когда тут рисовали и тут. Уже мел другой у них. Мел, который был использован на ту пятерку, уже кончился. А сейчас вот уже пошел мел. Там абстрактные пятерки в математике. Так абстрактные. Мы-то не математикой сейчас занимаемся. Если математика, конечно, это все. Пять равно пяти и точка на этом. А если тут не математика, само равенство, которое... Ну вот если вы хотите понять то, что говорили Маркс и Энгельс о том, что все люди будут равны, какие-то дураки это понимают так, что они все будут на одно лицо и не будет различия между женщинами и мужчинами. Так, наверное, надо все люди равны. То есть появляется так, что вот если мы берем отражение рефлективность, то вот есть равенство с собой и есть неравенство с собой. Рефлексия, она дает... Она себе равна и неравна. Почему это можно сказать про рефлексию? А потому что это про все можно сказать. Потому что равенство и неравенство – это такие категории, которые не отдельно существуют, а они применимы как к чему? Ко всему. Нельзя брать только равенство и только неравенство. Надо взять и равенство, и неравенство. И дальше уже разбираться, в каком смысле равенство, в каком смысле неравенство. Без этого никуда мы не пойдем. И вот поэтому это вот такой трудный раздел рефлексия. Потому что рефлексия – это вы берете то, что вроде уже небытие, но это небытие, равное с собой. А раз небытие равно самому себе, то оно бытие. Правильно? Но это какое бытие? Это которое не равно самому себе. И вот мы получаем, что это вот бытие, не равное самому себе. Рефлексия. Отражение. Вот если вы подойдете к зеркалу, ну зеркаль – это правильное отражение ваше? Вот если я со значком подойду к зеркалу, у меня будет на какой стороне значок? На правой. На правой. А у меня он на левой. Кто-то такие зеркала сделал. Зеркала искажают вообще. С сердца у меня, если вот, я у сердца поставил в ногу, а у них получается, что оно на правой, не у сердца. Как они переместили, так здорово. Обычное зеркало, так или не так? Так. А мы на него смотрим, где-то скажут, вот он я. И какой же ты я-то? Это ведь совсем не я. А если у человека у него правой руки нет, а левой есть, а тут у него наоборот, другой нет. То есть это вот сплошной обман. Так мало того, что зеркала, да в любое озеро. Поглядите на себя. Это вы или не вы? Не вы. Потому что у вас право и лево не совпадают. Наоборот. То есть всякое отражение, всякая рефлексия, потому она и рефлексия, что она не то же самое, что отражается. Отражение – это не то, что отражается. То есть она не равна. А то, что она равна, ну ради этого и отражение и делается. Отражение – это вот я хочу его изобразить. Изображаю. Но мы и различаем. Вот если художник его изобразит, то все равно мы будем различать. Это вот картина. Картина тем хороша, что она есть, не просит, и заплата ей не нужна. Наоборот, можно за просмотр картины деньги брать. Поэтому это не то же самое с того. Тем более картина, так сказать, будет он молодой и красивый, а потом ему будет там 70-80. И скажут, что вы пришли, доказывает, что это вы. Не надо нам рассказывать. Мы вас знаем, уважаем. Не надо до такой степени, что вот это вы. Что вы это равны. Это было дело, оно прошло. Если оно и было, то было мимолет. На разницу мимолет. То есть, к чему нам надо привыкнуть здесь вначале, на каллогике. К чему привыкнуть очень тяжело. Поэтому некоторые товарищи, вот хотя книжечка, это учение о сущности вот такая, они на это уже тут останавливаются, и дальше уже. Говорят, я изучал каллогику. Вот поэтому тут вот первое, на чем мы устреваем. Но на самом деле, некоторая привычка уже к философскому такому движению, та привычка, которая у нас могла возникнуть только при изучении бытия, правда, у нас такое поле закрыто, она говорит о том, что в принципе это так принято в философии. Надо брать равенство, как равенство неравного. А неравенство, неравенство равное. Вот люди равны между собой, как люди. Но нету таких людей, которые были абсолютно равны друг с другом. И никогда и не будет. Поэтому все дурацкие такие представления, что при коммунизме будет строить равенство, это будут все такие, знаете, как куклы все будут выходить, одинаковые. И это другая есть категория одинаковости. Но даже к категории одинаковости, когда вы до нее дойдете, вы еще не осуществите, она находится в единстве с категорией неодинаковости. Одинаковые, хоть вы возьмете любые два одинаковых, но если их два, они уже точно не одинаковые. Уже, если они в другом месте стоят на Земле, вот Земля с этим, и Земля вот с этим, вот эти два объекта, они одинаковые. И одинаковость с неодинакностью. То есть эта привычка брать отрицательную характеристику, ее нужно, ну можно сказать, ее нужно завоевать. К этому нужно привыкнуть. И этому не удивляться, потому что без этого никакой диалектики нет. Никакого разницы, у которого было бы только разницу, нет. И тогда мы получаем вот такие две знакомые раньше категории и слова знакомые. Одно называется тождество. Но если кто-то будет доказывать, что тождество – это тождество тождественное, то он, конечно, в дурацком будет положении. Но что вы доказываете, что тождество – это два тождественных тождественных? В этом нет никакой науки. Во-первых, никогда вы не найдете два тождественных абсолютно. Никогда. И нигде. И никто за всю жизнь, за всю историю человечества не нашел таких двух примеров, чтобы какие-то две вещи, два человека, два животных, там, две системы, чтобы они были полностью одинаковы. Учитывая в том числе и время, и географическое положение, и так далее. Не бывает. Поэтому одинаковость можно рассматривать, только как одинаковость чего-то не одинакового. Вот эти два листочка на дереве, их два, и вот им уже сказано, что это не одинаковые. А этот на этой веточке, а этот на этой. Вот они одинаковые. Два листочка. Потому что одинаковость включает в себя неодинаковость. А неодинаковость, если бы я заговорил про неодинаковость, значит, речь пойдет о том, что одинаково. Неодинаковые люди. Вот вы одинаковые люди или неодинаковые? Если вы люди. Разные. Разные. Но с другой стороны, вы одинаковые, потому что и он человек, и вы человек. Если я буду настаивать, что вы люди, я буду сказать, нет, я не такой, как он. Он пусть человек, а я, чтобы не быть с ним одинаковым. Я другой. А кто вы тогда? Лев. Тигр. Поэтому я хочу сказать, в чем смысл моей лекции для товарищей, которые занимаются в Красном университете, что вы не останавливаясь на этих трудностях, что вы их перешагнули. То перешагнули в том смысле, что по ним прошли, даже если в голове будет, так сказать, такое чувство, что это не совсем, но тем не менее это нормально, так сказать, при изучении диалекции. Нормально, потому что ничего другого, кроме как тождества нетождественного и нетождества тождественного там не найдете. И одинаковость неодинаковости найдете. Или неодинаковость одинаковости. И поэтому получается, что вы, потому что ищете теперь снова бытие, вот это равенство, рефлексия с собой, это ее бытие. Это рефлексия же. Вы рефлексию изучаете сейчас? Изучаете рефлексию. Но рефлексия, это же рефлексия. Вот и равенство. Ну так вот эти две рефлексии равны между собой, да? Ну раз они равны, значит, чем-то отличаются. Вот вы с ним равны же, вы люди какого-то, вы равные люди, равные. Отдайте ему вот это вот. Пусть он будет равный с вами. А сейчас вы равны с ним. Он, смотри, даже в пустую коробку нет. Вот так же, раз. А, если не пустая, это правильно делать, не надо отдавать. Сейчас время такое. Потому что они равны, но умрет первый тот, у кого нет такой коробки. Миллион мне уже не дали, пусть хоть стакан будет. Да, да, да. А он мне хочет сказать, что, говорит, он будет умирать, тогда ему отолью. Так. И вот получается категория, которая вроде такого не вызывает протеста, что тождество из тождества различного. Правильно такое положение? Это вначале будет учение о сущности. Тождество из тождества различного. И никакого другого тождества не может быть. Потому что, если вы начнете доказывать, что тождество – это тождество тождественного. Ну, у вас, скажем, скажем, поэтому вы учитесь в Красном Университете? Тождество тождественного. Тождество – это, тоождество тождественного. Ага. Равенство – равенство равного. Молодцы. Хорошо. И наоборот. Нетождественное. Может быть, только то, что тождественное. Два тождественных, а они нетождественные. И в ту сторону, и в эту сторону. Вот только когда вот это вы отработаете, в этом разберетесь, тогда можно переходить к более серьезным вещам, которые там есть. А если вы это не разберете, то, в общем, дальше непонятно будет совсем, куда же там двигаться. Потому что, как только вы с этим вот разберетесь, то уже вы сможете брать, рассматривать такую категорию, как видимость. Видимость. Игорь Михайлович, извините, а различие тождества и равенства? А равенство, он здесь, это категория математическая. Здесь он говорит о тождестве. А вы тождество можете понимать как равенство. Он никто вам не запрещает. Но здесь речь идет о категории тождественности. А в нем точно так, что оно содержит в себе нетождественность. Тождество нетождественного. Тождество вообще можно не употреблять? Можно и не употреблять, а можете употреблять. Потому что, когда мы говорим о равенстве, мы имеем в виду тождество. Равенство употребляют в математике. И тождество употребляют в математике тоже в этом же смысле. Так что сказать, что иногда так употребляют, иногда так. Особенно не разбираясь в этом. И вот тогда у вас получается, что есть у вас первая категория. Или первый разделчик такой. Отдел сущность как рефлексия в себе самой. То есть вы рассматриваете сущность как рефлексию. А рефлексия – это то, что содержит в себе две стороны. И тогда у вас сначала, так сказать, рассматривается видимость. А слово «видимость» очень хорошее. Оно вас спасает от того, чтобы, так сказать, что-то заявить про то, что вы видите. Про его глубину и знания. Ну, по видимости – это вот видимость. Это с первого взгляда, да? Первый взгляд – это видимость. Видимость не претендует. Категория видимости не претендует на глубину. Но она дальше начинает разбираться. И тогда она начинает уже и претендовать. Значит, видимость, наверное… Если это видимость, так вы разберитесь, что существенно тут, а что несущественно. По видимости – это так. Ну, а так а что у вас тут существенное? Вот появляется деление существенное и несущественное. Можете вы разделить существенное и несущественное? Мы уже привыкли, что здесь разделить – они все равно вместе существуют. Вы не можете оторвать существенное от несущественного, а несущественное от существенного. Но вы их можете рассматривать. Это вот пункт А. Видимость. Видимость. Вот по видимости вы все знаете. Что я сказал? есть тут отрицание такое хитрое отрицание есть если по видимости вы все знаете неуверенность есть на первый взгляд на первый взгляд вы знаете все вот смотрю я на вас по видимости вы все знаете окопни ну копать мы сейчас не будем у нас зачет прошел накопали все хорошо новый экзамен впереди поэтому вот эта категория видимости очень хорошая она с одной стороны отмечает то что на поверхность а с другой стороны содержит понимание того что это на поверхности они глубине поэтому есть такая вот видимость получается видимость это рефлектированное бытие да ну это уже это уже не бытие это уже это сущность мы уже сущность с вами развязать мы уже расстались бытием а вот после видимости идет рефлексия алифлексия это c там и то и другое есть рефлексия что-то отражает а в чем-то она отражается что-то в чем-то отражается поэтому одно можно брать за полагающую рефлексию которая так сказать палат положение или полагание она всегда предполагает отрицание вот вы сейчас будете отрицать то что вы до этого знали потому что если вы что-то еще узнали то это больше чем вы раньше знали правильно вот это полагающая рефлексия то есть вы обучаетесь в красном университете и по мере обучения вы все больше отрицаете свое незнание правильно а если вы будете утверждать что вы все знаете да это будет также смешно если я буду утверждать что я все знаю таких людей которые все знают еще никто не видел и никогда не увидит потому что познание бесконечно она не ограничена но никто не может претендовать на то чтобы он все уже познал а если кто-то он что-то уже погнал то этого в психушку можно отправлять можно так сказать что допустим я был глупый и когда я об этом не знал это глупость не было отрефлексировано а потом когда я понял что я глупый то есть эта глупость стала для меня на личном пути когда вы поняли что вы были глупой вы уже не глупый вот потому что я понимаю что раз я глупый значит есть и умная да ты вы нашли в себе нашли то противоположность но высвать повернуть в полагание нового полагания но вы должны эту глупость представить как отрицательная вы ее как положительные выставляете я бы вам советовал так я обнаружил в себе отрицание глупости то есть ум и вот теперь я встал на эту точку зрения а вы стоите на точке зрения глупости а ум свой куда-то в сторону дескать я глупый но глубоко глупый поэтому тут вот важно что полагающее это вот отрицающее выходящее за рамки того что рассматривалась полагающая рефлексия а внешняя рефлексия этого то что то сказать является они отсюда исходят а исходят так сказать с внешней стороны ну и а в итоге получается определяющие рефлексии там есть и внешняя рефлексия и полагающие рефлексии то есть я думаю что никто уже не удивится что мы каждую категорию должны взять и положить позитивном плане в негативном плане и в единстве того и другого вот вам полагающие внешние рефлексии определяющие рефлексии определяющие то есть она вот показывает что происходит потом идет вторая глава которая посвящена таким вещам которые вроде мы с детства знаем потому что что такое тождество и различия но вроде тут никакой проблемы нет определение движения не привязывается это вторая глава определенные сложности для определения рефлексии то есть не вообще сущность а рефлексия такistan берется определенно равно же нее вину от �yssени при этом чем эта black или определение рефлексии. И вот с этой точки зрения мы начинаем, так сказать, свой мозг выводить на более высокий уровень. То есть мы пишем, говорим о тождестве и различаем абстрактное тождество и вот это диалектическое тождество. В чем смысл диалектического тождества? Тождество чего? Тождество нетождественного, тождество различного. Мы должны, вот мы все разные люди, да? Сейчас я в упор сделан на различие, но если я скажу, мы все люди, то здесь содержится не тождество, но если мы, если мы тут стоит, оно и говорит о том, что тут много людей. Не то, что если я про себя скажу, что мы люди, ну я думаю, это будет, скажет, что товарищ, что-то с ним случилось. Поэтому, когда мы говорим, мы люди, имеется в виду их много, а раз они много, то они различные. Поэтому, а эти различные люди тождественные. Тождество различного. Все тождественные, как люди. И как люди не тождественные. Потому что они все люди различаются. А раз различаются, изучаем различия. Вот и различают. Абсолютные различия. А что такое абсолютные различия? У нас понимают абсолютно различие. Ну все абсолютно различие. Полное противоположное. Все. Вот если у вас есть голова, у меня уже нет. Полное. Нет, ничего подобного. Абсолютное это самое начало. Абсолютное. В абсолютной тьме ничего не видно. И, между прочим, в абсолютном свете тоже. Вот когда будет очень так все светло, ничего не будет видно. И в записи ничего не будет отражать. Абсолютное это самое начало. Абсолютное. Все. Одностороннее совершенно. Абсолютное различие. Вот оно абсолютное различие. Когда только вы на различии сосредоточились, временно абстрагируется от того, что оно не является единственным. А потом идет разность. Когда разводится пара, они говорят, мы разные люди. Судья, который ведет заседание, говорит, а что вы 20 лет прожили, и сейчас только узнали, что вы разные люди. Вот ведь. Разные люди. А разные, если я сказал разные, уже не надо отвечать на вопрос, а в чем разный. Разные и все. Вот мы с вами разные. Вот я это я, вы это вы. Все. Что надо доказывать? Вот различие, если вот он пристанет, скажет, а в чем различие? Ну тогда начнет копать. А если он не пристает, просто мы разные, ну разные и все. И гордимся этим. А чем гордимся? А вот тем, что вот разные. Больше ничего не из этого нет. Но к чему мы привыкаем? Мы привыкаем к тому, что нет этого вот совпадения всего, а на самом деле никакого абсолютного торжества, которое без не торжества, и разного, которое было бы без единства, ну нет, не может быть. И это вот как бы не то, что это какая-то новость. Это вот, так сказать, методично диалектик Гегель нам объясняет, что это глупости такие, вроде того, что если мы разные, то мы абсолютно одинаковые, не думали. Потому что разные могут быть только люди торжественные. Вот если мы с ней разные, значит мы с ней люди. А если мы с ней не разные, значит мы, наверное, и не люди. Вот так стоит дело. То есть не бывает. Если сказали люди, значит они не только разные, они еще. А когда мы говорим, а в чем различие? А вот в этом различии, в этом различии. А противоположность? Мы противоположные люди. Что значит противоположные? Мы в единстве или нет? Единство. Раз в противоположность. Значит, есть единство. Я считаю, что вы отрицательная сторона противоположности. Я считаю, что будете вы. А он считает, что я. Народ обнаглел занятия. Он знает, что нескоро экзамены. Он вообще ведет себя совершенно недопустимо. То есть, естественно, одна сторона считает, что она в данном случае позитивная, а другая сторона негативная. Разная. Хотя в разном нету этого еще аспекта. Разная и все. А вот когда пошла уже противоположность. Раз в противоположность, это чего? Единство, это чего? Двух. Разных. Двух разных. А у них есть то, что у них тоже действенно. Тогда это единство. Но раз они разные, то там разном. Значит, есть противоположность. Значит, они противоположные. А противоположность содержит в себе и ту, и другую сторону. Вот сначала представляете всю противоположность так, что вот одна сторона, и вот противоположная сторона. Но поскольку они в единстве, значит, в каждой стороне есть еще и единство, кроме противополагания. И то, и в другое. Значит, каждая из них есть противоположность. И единство противоположностей, это не две противоположности, а вообще одно. Одно. Противоречие. И вот у вас, так сказать, все это вот, это все разделение на две противоположности исчезло. И получилось одно. Вот это то, что получилось одно, и называется противоречие. Вот об этом много написано, что надо изучать противоречия, исследовать противоречия, диалекция наук о противоречиях. Ну вот, поскольку вот до этого места мало кто долетает, до этой середины Днепра, поэтому на этом, так сказать, изучение диалекции у многих кончается, потому что они что такое противоречие, они просто не понимают. Что противоречия все содержат обязательно и единство, и борьбу противоположностей. И это такое важное приобретение, что мы можем сделать перерыв на 10 минут. Вы видите, что мы с вами что изучаем? Связь. И все время идет движение низшего к высшему, простого к сложному. Каждая следующая категория, можно как к ней подойти? Вам рассказать, что такое абсолютно безусловное? Пожалуйста. Начнем с чистого бытия. Чистое бытие и пошли. Пошли, 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 дошли до этого места. Про другую категорию опять, пока до этого места не дойдет. Вот это единственный способ. Если вы, так сказать, хотите на самом деле изучить эту категорию, если вы, потому что вы хотите не категорию изучить эту, а вы хотите эту категорию взять как то, что составляет целые системы категорий. То есть вы дошли до этого уже, до этого уровня. Пусть вы до этого другого уровня не дошли, но до этого-то вы дошли. То вы уже все четыре этажа там, скажем, знаете, а пятый, шестой, седьмой еще пока не знаете. Но вы их представляете не так, что есть какие-то точки на каждом этаже. Или это кнопочка, которую лифт нажмешь, и будет первый, второй, третий, четвертый, пятый этаж. А у Генгеля есть вот эти непосредственно все расшифровки? Вот вытие, там, север вытие, вот это, вот это, вот это. Все расшифровки, вообще, как дети получают, когда изучают язык, они как изучают? Они вот, когда пользуются тем, что взрослые делают, они начинают так и расшифровывать постепенно все те понятия, которые они не знали. Вот идите, и мы должны двигаться тем же путем. Все исходить. То есть исходить из того, как это применяется. А где это применяется? Значит, таких книг, в которых бы построена была система философская, ну, кроме науки логики, ничего подобного нет. Просто никто не создал за все время, и нескоро и создаст. Потому что перед этим, ну, кто еще мог? Вот, Аристотель, вот такой, который был, так сказать, человеком, который... Он не диалектик был. Ну, вот, ну, Платон. Тоже не был. Ну, так они, у них диалектика не построена в систему. И поэтому единственная система построена, поэтому в этом ее увеличили. А на сколько она настроена? Ну, на сколько вот пока, например, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, даже не шага, ни мысли не допускали, что им надо новую такую систему устроить. А вот материалистически истолковывать, понимать, надо. Маркс, как говорит, мое отношение к Гегелю. Очень просто. Гегель мой учитель. Все. Все. Вот он написал, что диалектика была в философии, как какой-то раздел фокусов. Кто написал? Гегель. А? Гегель. Где это он написал? Это он критикует кого-то написал. Знаешь, он во вступлении писал. Ну, некоторые так думают, что это раздел фокусов. Он не от себя же это говорит. Раньше это было представлено как какие-то фокусы. Ну, раньше так и думали, думали, что диалектика, это вот сидят такие люди и вот, так сказать, и так вот, и шутят. Ну, мы тоже тут сегодня шутили. Он все равно, сколько мы не шутим, он все равно не отдал свой напиток. Он знает, диалектика и диалектика, а он материалист. Потому что я в нем. Да. Противостою его изменениям. Да, с вами тяжело. Игорь Васильевич, а вот понятия мы определяем через категории. Нет, понятия мы не определяем через категории. Понятия мы определяем через батяе и сущность. Ну, это вы боги, с точки зрения Гегеля снова же говорите. С какой вы хотите? Я не с точки зрения говорю. Я говорю не с точки зрения Гегеля, а с точки зрения единой системы, которая есть. Другой системы категории нет. Нет у вас книги, которые вы положили, вы сказали, а вот другая система категории диалектик. Есть такая? Что такое человек определит? Ну, это у Маркса написано. Общественное существо. Нет, Маркса, вот вы с самого начала определяете... Я не сущный человек, а человек. Вы с самого начала человека определяете так, как нельзя человека определять. А Маркс определял исходным пунктом индивиды, производящие в обществе. А вы одного взяли. Вы и есть индивидуалист. Вы представитель индивидуализма здесь. Вы сразу разошлись с пониманием человека. Индивиды, производящие в обществе. Вот действительно исходный пункт, написанный у Маркса. Хорошо, хорошо. Нет, не хорошо, вы еще сейчас, я вам договорю. Не индивиды, а не индивидуумы. А вы взяли индивидуума, одинокого человека. Нет. Человек. А что такое человек один? Это общество прежде всего. Нет, человек это не общество прежде всего. Вот не виды, производящие в обществе. Вот Маркс взял исходный пункт. А вы этого не знаете. Да я многого чего не знаю, Михаил Васильевич. Ну так вы спрашиваете, я вам отвечаю. Ну, Маркс говорил так. Я тоже многого не знаю, но на это я могу ответить. Хорошо, хорошо. Маркс говорил, что время это пространство человеческого развития. Говорил он так? Не знаю, такого не помню. То есть от тегории он определяет. Я сомневаюсь, что он мало выступал, больше писал. Где он такое писал? Не знаю, мне не попадало. Я могу принести, покажите. Принесите, покажите. Время это пространство человеческого развития. Одна категория не определяется, а описывается через другую категорию. Ну так это другое дело. Конечно, одно пространство. Это же не определение времени. Потому что время было до человека. Нет, меня не это интересует. Меня интересуют категории. Можно определять? Категории – это основные понятия. Вот и все определение. Вот мы здесь категориями занимаемся. Основные понятия мы разбираем. А есть еще всякие понятия, их тьма, которые мы сейчас не разбираем. Так, продолжаем. Продолжаем, товарищи. Значит, мы остановились на противоречии. Потому что мы подошли к противоречию и разбирали противоположность. И у противоположности есть две стороны. Одна сторона противоположности и другая сторона. Но если это противоположность, то есть у них этих сторон единство и различие. А раз есть единство, то значит каждая сторона содержит в себе другую сторону. Если мы берем одну сторону противоположности, ну так если это единая противоположность, то в ней содержится та сторона, которая противоположна этой стороне. Правильно? А теперь мы ту берем, противоположную сторону. Так если эта сторона противоположности единая, то следовательно и другая сторона тоже в ней содержится. То есть на самом деле получилось, что мы рассматривали одну противоположность, а получилось единство противоположностей. Вот это единство противоположностей и называется противоречием. Потому что в противоречии, теперь когда вы его теперь берете как одно противоречие, в нем во-первых две стороны, и каждая из этих сторон противоположна другой и находятся они в единстве. И каждая из них есть противоположность. Поэтому с одной стороны они вроде разделились, эти противоположные, а с другой стороны соединились в одно. И они настолько соединились в одно, что уже этих двух нету. И поэтому в этом разделе, в этом разделе, в разделе противоречия, Маркс показывает, как противоречие идет к дну. Гет цугрунде. Опускается в основание. Потому что были два, оно соединилось, вот эти стороны соединились. И вот то одно, что содержит в себе и ту, и другую сторону, является основанием. А это что значит основание? Значит пойдет дальше речь не о том, что мы углубляемся, углубляемся, углубляемся. Некоторые думают, что познание состоит только в углублении. Это все равно, что если бы, скажем, вас положили бы на операцию, и задачу видели бы медики в том, чтобы там все разрезать и докопаться до того, чтобы надо оперировать. Говорит, а дальше? А дальше, говорит, это уже не наше. Дальше не наше. Это надо снова же все там сделать и зашить же все, обратно пойти. Так вот этот обратный ход начинается с основания. То есть когда вы берете противоречие, оно опускается, и в нем все есть. В нем есть и противоположность, и единство. Поэтому оно и может быть основанием. И в нем появляется то, что является положительным в нем, это на самом деле бытие. Ну здесь уже все замаскировано уже, это бытие. Но на самом деле это бытие, которое, это когда мы доходим тут до существования, это второй отдел, выясняется, что это существование, это восстановленное через сущность бытие. И вот вы есть или нет у вас? Есть. Есть. Значит, вы бытие. А вы существуете или не существуете? Существую. А чем докажете? Потому что есть основания. А мы все значимы. У вас есть средства существования, вот у вас. Что вы... У вас все есть. А если бы у вас не было средств существования, то вы бы были таким ненадежным бытием. Случайным. Случайным. То есть вы есть, сейчас я есть. Сейчас вы... А если существует, то уже другое существование предполагает. В условиях, в обстоятельствах и так далее. И вот к этой категории мы придем к ней. И чем интересно, хотя это очень сложная, надо сказать, и тонкая, и маленькая книжечка, учение о сущности. Но здесь вот интересно, что когда вы придете к существованию, здесь начинается вот из этой глубины, потом подъем наверх. Наверх. Существование, существование, это уже совсем другое. Есть средства существования. Вот. Более того, когда вот вы берете этот вот переход, противоречия в основание, вот оно, начало основания, примечания, там вы начинаете в этом основании разбираться. А что есть? Абсолютное основание. Вот это абсолютное, всем кажется, что-то великое. Великое, когда вы еще ничего не разобрали. Лишь просто основание и все. Это это абсолютное основание. Вот если у вас голова абсолютно свободна, и ничего в ней нет, вы полностью открыты для науки. Логично? То есть там нет никаких глупостей, ошибок, заблуждений. Вот надо добиться абсолютного. Поэтому люди, которые придумали название для водки 60-градусного абсолюта, они близки к этому. Человек полностью освобождает. Не просто он, так сказать, хорохорится, а он полностью выпадает в основание. И ничего потом не помнит. Это абсолют. Вот. Поэтому есть абсолютное основание, и вот там начинаются всякие деления. Форма и сущность. Вот мы разделяем формы и сущность, и ее определение. Можно же так поставить вопрос? Сущность и ее определение. То есть то, что ее отличает. Форма. А тогда, если вот сущность, взятую из формы, она уже не просто сущность, она уже материя. Потому что она уже с определенностью. Тогда форма и материя уже. А если вы берете и форму, и материю, они друг с другом, так сказать, взаимодействуют. И это она уже содержательна. Тогда форма и содержание. Тоже различаются такие категории. Где вы найдете еще, в каком словаре, в какой книге, различение таких вот тонкостей? Нет, почему отдельные статьи есть? Форма, содержание. Чего? Все есть. Словаре это все есть. В словарях есть, но там то, что про них говорится, можно выбросить в помойку. Потому что единственный способ обоснования, это установление их все единое место в системе. Вы выше ищитеся. А просто сказать о них что-то сказать. Ну, как вы понимаете, человек, имеющий докторскую степень по философии, наговорить по любому поводу всегда может что хочешь. Вам про какой вопрос наговорить? Давайте вопрос, я вам сейчас наговорю. Так, и форма и содержание. И тут тогда еще различаются формальные основания. То есть получается, что вот раз есть все эти различия, то есть основания и основанные. А не просто. Разваивается все. Это вас удивляет, что разваивается? Не просто основания, а есть основания и основанные. Уже нет. А еще есть безразличная основа. А еще есть безразличная основа. Есть основание, и основанные, и основа. Основа. То есть основание плюс основанное есть основа. Такие люди. Да. 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 То есть основа – это не просто там что-то вот одно, только какие-то основы. Это очень много. Это основание и основанное, и сама основа. Как единство того и другого. Так. Дальше. Вот есть реальные основания, и есть полные основания. Реальные – это значит, что какое-то отличие появилось от основания. Вы пытаетесь объяснить это с учетом этого отличия. А полное основание – берется все различия, какие здесь есть. И вот, когда вы разобрали это основание, то вы задумываетесь над тем, что у нас все категории здесь в учении о сущности двойные. Как вы взяли основание, а не взяли то, с чем оно связано. То, что является рефлективным к нему. Рефлексия. Вы же рефлексию не забыли? Мы с нее начали. А вы дошли до основания и забыли про рефлексию. А если взять рефлексивно, то кроме основания надо взять еще условия. У вас основания для вашей жизни есть? Основания для жизни? А условия есть? Основания есть, а условий-то нет. Какие-то есть. Разница есть? Основания есть для жизни, конечно, да. Пока еще вы живы, тогда есть основания, пока не умерли. А вот условия нужны для того, чтобы они и завтра еще были ваши основания для жизни, и послезавтра. Так, и наконец, есть реальные основания, какое-то отличное основанное. Какое есть? Такое есть. А какая реальность? Какая есть квартира? Такая есть. Какая есть зарплата? Такая есть. А есть полное основание. Такое полное, которое позволяет вам раскрыть то, что вы называете жизнью. В данном случае то, что является основанием. Полное. Но поскольку здесь все двойное, то как только вы раскрыли эти основания, вы говорите, а условия само надо рассмотреть. Вот если у вас есть основания, так есть какие-то условия для этого основания, правильно? Вот, скажем, для жизни есть еще и надо квартиру иметь, жилье, еду, семью и прочее, прочее, прочее. Так? Условия. Есть, но это относительно безусловно. Может быть. Относительно безусловно. То есть вы можете без этого обойтись, но не обходитесь. Поэтому оно относительно безусловное. Есть абсолютно безусловное. Никак вы без еды и без воды не обойдетесь. Это абсолютно безусловно. Это точно надо иметь. Но если у вас кран перекроют и воздух не поступает в квартиру, считайте, что не будем обыкнуть. Отсюда, и вот, тут она вот так сформулирована у меня в этом переводе. Выход мыслимой вещи в существование. Но вот в другом издании там лучше написано. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот вы как бы, где это условие надо для жизни? Вот это условие, вот это условие, вот это условие. Когда все условия создадите, и будет то, что вы хотели. Ну, как вы даже и когда дом строите, пока вы заложили основание, но его нет. Это основанное, это весь дом же основан. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. А крыши, если нет? А водопровод туда не проведет. Электричества туда нет. Вот когда все проведут, когда созданы все условия, вот он вступает в существование как дом. А до этого никакой он не дом. А это объект строительный, так они сданы. И не ставшие тем, что строили. Дом в становлении. Дом в запустении. Вот у нас там на площади Светлановской. Там дом строился 15 лет. Люди деньги заплатили, и они его не строили, не строили. Не строили, не строили. Наверное, что там люди как мучились. А потом взяли и вот их ввели, наконец. Так, и вот мы добрались с вами. Ну, добрались мы с вами, да даже до явления. Явление. Почему? Как появилась эта энергия? Раз у вас есть сущность, и она, сущность, так сказать, уже выходит на поверхность, как бы сие уже есть, с условиями, то она уже не просто сущность, она явление. Потому что есть условия и основания. То вот эта сущность, она является продуктом вот этих условий и этого основания. Потому что если у вас под этой сущностью ничего нету, нет ни условия, ни существования, никакое-то не явление. Никуда она не является, ничем не является. Оно и является вот тем недоделанным объектом. А вот если у вас все это есть, оно появляется в существовании. Вот такая сакраментальная фраза есть у Вегеля, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Тебе сказать, вы делаете, делаете, вот это надо изучить, вот это надо изучить, вот то надо изучить, это понять и так далее. Не беспокойтесь, когда вы все это проделаете, и все будут условия, все необходимые выполнены, и появится то, к чему вы стремитесь. А если вы не будете эти условия обеспечивать, а будете просто ждать, когда же придет такой счастливый день, то будет как в одном рассказе, когда один товарищ все время ждал, когда придет к нему гениальная мысль. И чтобы ее не пропустить, он всегда на ночь на столе оставлял лист бумаги и карандаш, чтобы сразу записать и не забыть, а то потом уснешься и все, проснешься и уже нет. И вот в один прекрасный день пришла эта мысль, и он встал и записал ее, и заснул, и проспал полтора дня. Потом вышел спокойно так, в аллочку подошел к столу, и ее крупно почерком написано, воздух сух, как гвоздь. Вот чтобы это не получилось, надо, чтобы эти все категории были содержательными. То есть смотрите, что это получилось, всегда ведь говорят о науке, что она все углубляется, углубляется, а тут она углубляется не только в какой-то глубине, а то еще она показывает, как еще эта глубина выходит на поверхность в виде явления. Это разве нету, а все считают, что наука только, ей главное утонуть, вглубь туда зайти. Вот вы, например, я плавать могу на любую глубину, выплыть оттуда не могу, а заплыть туда, если с кирпичом или с хорошим камнем, так на любую. Я в канерлагере был, я мировожатым, однажды за рыбу попался, пока там мы плавали. А я вот прямо рядом ее, а потом смотрю, кругом темно, и я черт тебе глубоко как, еле-еле спался. Так и здесь. Кроме этой глубины, вот этот выход, выход должен быть, вот он. А вот эти вот товарищи, которые нанимаются так называемой наукой и пишут в словаре, у них этого вообще нету понимания даже. Нету понимания того, что сначала мы углубляемся, дошли до сущности, а потом мы от сущности начинаем подниматься наверх, чтобы у нас то, что потом появится, а появится мы знаем, что понятие, оно в себе содержало и бытие, и сущность. А не просто было бы понятие, которое я прочитал в словаре. Надо должно понять, которое содержит в себе это все содержание, идея все содержит. Вот в чем дело. Михаил Васильевич, еще раз проговорите отношения между явлением и существованием. Что в начале появляется и что в конце? В начале появляется существование. Существование, вот, это первая глава раздела явления. Первая глава. Существование уже есть, а надо еще услышать, вот тут есть, вещь и ее свойства, свойства, взаимодействие вещей, разложение вещей, а потом только идет явление. А вот одно дело существует, а другое дело явление. Явление, конечно, предполагает существование, но в какой форме это не предполагает. Поэтому явление это выход существования на поверхность, в какой-то форме. А существование будет предполагать явление? А существование предполагает, оно перед ним находится. Это первая глава. Читайте оглавление. Лучше читать оглавление, чем розентали. И вот сразу вы видите, что сначала идет существование, а там вещь и ее свойства, свойства, разложение вещи, пористость материи и явление. А что такое явление? Это выход сущности куда? Мы же сущность погружались все время в сущность, в сущность. А вы зачем туда погружались? Чтобы больше никогда не выходить оттуда? То есть такие вот, скажем, пловцы, которые только в глубину уйдут, никогда не всплывают, они уже не пловцы, а мертвецы. Вы собираетесь каким пловцом быть, который там что-то найдет и потом всплывет с драгоценным камнем, или с подводным, или с каким-то растением, или с какой-то... То есть вы хотите сказать, что сущность всегда является? Обязательно. А абсолютная, чистая сущность не является? Абсолютная, когда говорят, это когда в самом начале ничего не знаю, это для меня абсолютная. Абсолютная это в начале, беру сущность как абсолютная, только как сущность. Вот, это начало. А люди думают, абсолютная это что-то такое. Это не что-то такое, это самое первое. Безусловное. Безусловное, еще и условия не приняты в внимании, и не раскрытая. Вот это абсолютная. Можно сказать, что в себе... Вот это, например, абсолютно умная, это примерно то же самое, что абсолютная дура. Но если вам не хочется кого-то оскорбить, сказать, вы абсолютно умные, он сразу поймёт и обидится. Так что вот слово «абсолютное». Люди понимают, что «абсолютное» — это всё включает. Всё включено. Нет, не включает. То, что только «абсолютное», только начало. Начало-то абсолютное, а потом пошло дальше. Как явление, это выход от сущности. Вот оно как. Вот это отсуществование как абсолютное, оно потом проявляется как явление. А явление, оно уже на поверхности уже. Сущность, которая явилась на поверхности. Вот в чём дело. И получается у вас два мира. Один мир сущностей глубинный, а другой мир явлений. Ну а это не два мира, которые разделены. Потому что сущность, она её спокойное в явлении. Закон есть спокойное в явлении. Вот. Сущность, она имеет, так сказать, основу. И сущность, явление связано с основанием. Вот. А основание проявляется в себя в явлении. Есть законы явления. А раз есть законы явления, значит, есть то, что закономерно и то, что случайно в явлении. Вы прямо на поверхности можете разделить то, что закономерно и то, что случайно. Закономерно – это то, что соответствует сущности, а то, что ей противоположно и есть в явлении. Это при любом явлении всегда что-то есть такое. И вот он говорит, что есть как бы два мира – являющийся мир и в себе сущий мир. То есть мир, так сказать, который вы видите, так сказать, в глубине и пытаетесь его описать. И вот мир, который выходит на поверхность. Но нам-то надо знать все. И два этих мира – это все один мир. Они просто две стороны взяли одного. Тут пара. Нельзя это рассматривать. Почему, например, вот нельзя так отговориться в словаре «это, это, вот это». Вот это бытие. Тут же совсем другое. Тут раскрывается и бытие, и сущность, и явление, и закон. А случайное в сущности может быть? А? Случайное в сущности, то есть аналогично закону явления, закон… Оно в явлении будет. Симметричный закон, оно в явлении. Оно в явлении. Но не в сущности. Ну, в сущность же является, поэтому и в сущности. Ха! Ну, а как? Откуда оно взялось? В таком случае сущность, она тоже гихотонично получает. Там есть тоже закономерная часть и случайность. Да, да. Поэтому сначала он рассматривает их как два этажа. А потом говорит, нельзя так рассматривать. Надо их рассматривать так, что уже на поверхности сущность тоже есть. На поверхности. И вот сущность, которая вышла на поверхность, называется действительностью. Третий отдел. Третий отдел – действительность. Это сущность, которая вышла на поверхность. То есть, действительное… А чего только нет на поверхности? Но то, что мы называем действительным, это то, что соответствует сущности. Вот люди есть разные, есть много людей. Человек, который соответствует понятию человека, это действительный человек. А преступник – это человек, который не соответствует понятию человека. У нас на нашей кафедре философии и института повышения квалификации преподавателей у нашего университета Санкт-Петербургского, заслуженный директор науки, который говорил, что человек, который убил другого человека, он недействительный человек. Поэтому таких людей надо расстреливать, потому что они сами себя поставили вне человеческого общества, вне человеческого рода. Но это неправильно. А? Это неправильно. Но другие люди, как Вы, считают, что это неправильно. То есть, если вот Ваших детей убьют, то Вы будете потом 30 лет по 30 тысяч долларов тратить на этих самых убийц, которые сейчас вот отбывают все наказание. А родители их и родственники, они сдают деньги на это. Потому что на это не так прямо сдают, а просто с них берут налоги и вот содержат этих убийц. А есть люди, которые убили больше сотни человек. Судья спрашивает одного такого убийцы, а почему Вы убили вот столько людей? А я, он говорит, лучше себя чувствую, когда много убьют. Лучше себя чувствую. И у нас смертной казни нету. А Вы за смертную казнь наружу? Я не за смертную казнь. Я за смертную казнь для тех, кто перестал быть людьми. Но ведь сущность человека – это совокупность общественных отношений. А, сущность человека. И он поступает в соответствии с теми отношениями, в которые он находится. Нет, он поступает. И стало быть, надо винить не человека, а общественные отношения. А Вы, если поняли, что такое диалектика, наверное, поняли, что в сущности есть противоречие. И в самой сущности есть противоположность этой сущности. Вот если сущность человека в общественных отношениях, то человек, который противоположен сущности человека, он поставил себя вне человеческого общества. И не надо в человеческом обществе его содержать. Ну, в таком случае, как при коммунизме, тоже вот это противоречие будет сказываться, и там тоже будут убийцы. Если в сущности содержится противоположность, то в коммунизме будут люди, не поглупеет нас с Вами, и они разберутся. Вы разберетесь лучше, что они уберутся. Как дело не в людях, а дело в сущности. У нас на уколозе, Вы тут разбирайтесь, а Вы, значит, все, хотите спастись в коммунизме. В сущности есть свое умственное противоречие, я правильно понимаю? Ну, конечно. Так вот, сущность, которая выходит на поверхность, она выходит так, что есть на поверхности. Действительно, не все является, что есть на поверхности. Действительный человек – это не каждый человек. Вот человек, который не трудится, а ворует, по-другому, грабит их или убивает, он не действительный человек. Он человек, но не действительный. Как животное, он человек, но он с понятием человека не отвечает. Он не действительный человек. А Вы хотите его объявить действительным? Нет, я такого не говорил. Не знаю. Но я замечаю то, что в 90-х годах резко получится быть преступной. Ну, складывается такое. Потому что общественные отношениям именно дали крен reconstruction. Общественные отношениями дали крен во все... Никакого крена... Никакого крена... Никакого крена общественные отношения не дают все отношения противоречивы. Поэтому все содержит в себе противоположность. Если в человеческом обществе есть люди, которые противоположны, этому обществу. Не забывайте об этом. Тем более это, если касается капиталистического или социалистического общества, которое имеет родимые пятна капитализма в себе. Так, и вот действительность. Действительность, чем хороша, что она, так сказать, как бы это та сущность, которая вышла на поверхность и является. Вот это действительно. А если она глубинная сущность, то мы ее все пытаемся раскопать. И что дальше с ней будете делать, когда раскопаете? Куда-то понесете ее наверх? Так вот, надо усматривать. Если вы поняли сущность, значит вы поняли, что на поверхности явление, что сущности соответствует, это действительно. А то, что сущности противоположное, то это есть, но не действительно. Не всякое бытие действительно, и не всякое общественное отношение действительно, и не всякое общественное действие действительно. Надо различать между действительно и недействительно. Это очень важно. Хотя существует такое понятие, как случайность. И надо разделять случайно и действительно. Это случайно появилось. Люди, которые занимаются другими вопросами, еще различают такие, что есть, скажем, следователи, а есть дознаватели. Дознаватели очень интересная категория. Они как бы почти все знают, надо еще немножко дознать и будет выяснено. Стоит вас и как наказывать. А с другой стороны, дознание можно тратить, что еще они ничего не знают. Они еще дознание. И дознание еще не дошли. Для этого надо исследовать, а этим занимается следствием. Но поскольку они не крутые, применяют эти самые дознаватели, то, так сказать, с этим общество мирится. А вот уже следователи должны погрузиться и выяснить, это действительно или противоположно сущности человека. Вот их задача. И, соответственно, меры предусмотреть против того, что является недействительным. И вот таким образом мы приходим вот к этой категории. Это вторая глава. Это вообще третий отдел, третий отдел учения о сущности. Я особо на него обращаю внимание. На то, что вот мы на кружке вот по диалекции, и в лекциях я об этом буду говорить, мы потом говорим о том, что вот в третьем отделе проявляет, в третьей книге проявляет себя идеализм Гегеля. Вот он вышел в действительности. С чего он должен начать, если кончается третий отдел, это действительность. Кончается этим учение о сущности. Значит, он должен начинать с чего? С действительности. А он начинает с субъективной логики, а не субъективной логики. Поэтому, скажем, вот мы об этом и на кружке говорили, и сейчас вот я с помощью товарища Мазура, который является научным редактором, готовлю такую книжицу небольшую о материалистическом истолковании диалектики Гегеля, что мы не просто должны его толковать, а конкретно, где появляется идеализм. И где, и как. Так вот надо... Такие переходы у него между... Вот это нет. Переход у него, как бы, если просто переставить, поставить сначала объективную логику, объективную логику, которую меня есть. Вперед в учение о понятии, а вовсе не субъективное знание, ну тогда будет все в порядке. Потому что там у него механизм, химизм, организм, потом идет человек. Но общество он не берет, потому что он до него просто не дошел. И претензии предъявляет товарищу Гегелю со стороны марксистов, что, я сказать, вы не все еще сделали, чтобы нам ничего не делать, а только бы просто расписывать с вас. Вот не следует. То есть, вот, что касается человека и определения человеческого общества, как индивиды, производящие в обществе, этого тоже сделал Маркс. Маркс и Энгельс. И Энгельс дал определение человека. Человек это что? Это животное общественное? Не один человек, не одиночка. Если одиночка, это не человек. Это вырваны из общественных связей и всего. Вот это человек, это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И если оно не трудящееся, даже тот человек, а он не трудящийся, он вообще не соответствует понятию человека. Он не истинный человек. Эксплуататоры – это не истинные люди. С этой точки зрения. Недействительные. Недействительные. Недействительные, да. Совершенно верно. Вы правы, правильно. Ну, как определяется, так и есть. А на деле они самые действительные. Ну, это в ваших устах, да. Для вас это они самые действительные. Значит, вы самый настоящий идеолог этих самых парадитров социальных. Проводник. Проводник. И пробрались в наш узкий круг революционеров для того, чтобы, так сказать, провести свою черную идеологию. Ну, у нас же, кстати, это что за мероприятие? Это в сфере идеологии. В сфере идеологии борьба, она в сфере идеологии все время идет. Ничего тут такого нового нет. Вы можете ее, так сказать, высказать, а я могу дать этому оценку. Причем оценку я могу еще дать на экзамене. У меня тут полномочий больше. У нас с вами никакого равенства нет. Нет. А вы должны, как вот Ленин закон Божий сдавал, вы должны сдать, а потом можете говорить все, что угодно. А вы должны сдать, что сходит в содержание марксистской философии. Это да. Если вы были американским шпионом, вы все равно должны были сдать то, что у нас, чем учит, так сказать, в марксистском красном университете, а потом заниматься своим шпионажем отдельно. Это само условие. Так а где эта марксистская философия? Вы же сами говорите, что это выбросить надо в Монгурну, все эти словари и поучебные. А, кстати, вот МГУшный, МГУ. Вы присутствуете в Красном университете, где есть марксистская философия. Но это гегелевская все-таки, а не марксистская. Нет, марксистская. А вы хотите, чтобы марксистская выкинула из себя гегеля и взяла вместо гегеля Розенталя. Это смешно. Еще бы не хватало людям, которые изучают гегеля, чтобы они изучали Розенталя. Предлагать. Я не изучаю, я просматриваю просто для интереса. Просматривать? Просматривать – это противоречивая категория. Просмотреть – это значит что-то увидеть, а что-то пропустить. Вы пропустили главное. Может быть. А может и не быть. Может быть. Так, ну вот есть у нас еще 15 минут, я могу ответить на вопросы. Значит, мы, так сказать, лекцию по учению о сущности закончили, но давайте, как есть еще вопросы. У меня вопрос возник по ходу лекции. Значит, если производительная сила труда падает в обществе, то будет обратное развитие? Производительность труда в обществе никогда не падает. Не было таких и не будет никогда таких промежутков в истории, когда производительная сила труда падает. Потому что развитие в обществе в основе имеет совершенствование производительной силы труда. Ну хорошо, в случае катаклизма какого-то, не знаю. Где вы видели, что там уменьшение темпов роста бывает, а падать, а падать не бывает такого. Нет таких и периодов в развитии человечества, когда производственные отношения загнивали, были войны, там, все что угодно. Вот, например, в войну производительность труда у нас с 42-го по 44-й год при производстве танков, пушек и самолетов увеличилась со 42-й и 44-й год в два раза. И цены на все военные производства, на все продукты военные сократились, соответственно, вдвое. И доля военных расходов на оборону, войну с 42-го по 44-й год сократилась. Люди, которые не понимают, что такое рост производительности труда, они не могут этого понять. Они думают, что это можно увеличить. А чем вы можете увеличить? Люди пошли, одни воюют непосредственно на фронте, другие стоят у станков, в том числе дети, в том числе больные. Никого нет больше, нельзя эксклюзивным путем развивать. А если вы не можете развивать экономику в военное время, значит, вы будете разбиты. А вот мы развивали экономику, и у нас эти передовые виды вооружения в начале войны было немного. А к концу войны мы по всем параметрам опережали немецкие войска. Но если проводить параллельно с водой, то есть если в воде забрать обратное тепло, то она замерзнет снова. Что? Если в воде обратно тепло забрать, ну если кольду подводите, тепло он тает, если обратно его забираете, то он замерзнет. Да, его каждый раз зимой забирают. С общества может быть такая ситуация? Это значит, что наступила зима. А с общества может быть такая ситуация? Что? А с общества может быть такая ситуация? Не понимаю. Вы говорите, что производительная сила всегда возрастает, а в обратной ситуации не может быть. Не может. А у вас какие-то есть данные? Дело в том, что производительные силы, это имеет две составляющие. Это люди, умелость которых постоянно растет, вот скажем, у вас могут не получиться, у другого не получиться, но накапливается знание. Ну вот же оно у нас... Дайте, я еще не закончил. А если материальную составляющую, вы же имеете просто вот те конкретные виды средств производства, материальные, которые мы умрем, и наши дети умрут, и дети наших детей, они останутся. Поэтому есть материальное основание, оно все время разрастается и все время совершенствуется. Поэтому, что такое совершенное средство производства? Которое включает в себя то, что было добыто предшествующими поколениями. Движение вперед состоит в том, что совершенствуется прежде всего орудие производства. А вы говорите, давайте предположим, что они несовершенствуют. А в чем предположим? Вот мы жили при социализме. Социализм не относится к средствам производства. Социализм – это производственное отношение. Ну, что вы говорите? Причем тут социализм? Мы жили при социализме, а некоторые средства производства таких при социализме не было, которые сейчас есть, которые более совершенными являются. Мы, кстати, были при социализме, у нас были заводы по производству станков с программным управлением, а теперь мы в разных странах это покупаем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что средства производства не развиваются? Или говорится о том, что реакционные изменения производственных отношений приводят к падению производства, но к уничтожению некоторых производств по выпуску средств производства? Вот и все. Но само движение человечества к развитию, вот что сейчас говорят, параллельный импорт, что это такое? Это значит, что нам не поставляют из такой страны, но фирмы, которые там есть, помимо государственных всяких границ и помимо всяких разрешений, все равно поставляют. Вот и все. Поэтому, если вы думаете, что так просто можно заслониться, и чтобы, так сказать, она не попала в другую страну, это невозможно практически. В современном мире и предсоветных средствах появилось. Так, еще какие есть вопросы? Юрий Васильевич, вот вы пишете, что то, что отрицается, содержит в себе то, что им отрицается в полном объеме. Да. Но если вы все отрицаете, так оно и содержится. Секунду, секунду. Раз вы это отрицаете, если вы меня отрицаете, значит, вы меня в полном объеме отрицаете. Феодализм в свое время отрицал рабовладение. Что-что? Феодальный строй в свое время отрицал рабовладение. Капитализм отрицал феодализм. Причем, как вы пишете, в полном объеме. А что вы понимаете под объемом? О, в полном объеме. В полном объеме это означает, что и производительные силы, и производственные отношения. Вот и все. Больше ничего. А где снять их? Вы когда говорите капитализм, вы что имеете в виду? Способ производства или общественно-экономическую формацию? И способ производства, и формацию. То есть, рядом ставите способ производства и формацию. Или все-таки формация содержит в себе этот способ производства? Формация, конечно. Зачем тогда это? Вот, значит, если формация отрицается, так она и отрицается в полном объеме. И производительные силы, и производственные отношения. А что значит отрицается? Отрицается, это не значит, что не сражается. Это значит, что если капиталистические производственные отношения давали рост производства 5%, а в нас 35% давали. Вот это и есть отрицание. Это отрицание использования средств производства в полном объеме. Это всего касается и материальных производительных сил, и производственных отношений. А вы под объемом что понимаете? Руководство снятия, я не чувствую, не вижу. Вы понимаете? Снятие состоит в том, что другие противоположные производственные отношения появились. Противоположные. Коммунистические производственные отношения при социализме, они противоположны буржуазным. Что тут непонятного? Ну я не согласен с тем, что в полном объеме. Когда мы берем различные травы из медицинской практики и выжимаем... Вы не согласны, потому что вы понимаете объем, как у жидкости. А надо понимать, что это отрицание относится ко всему. Если у вас отрицание капитализма, то отрицание не только буржуазных средств производства, и не только буржуазных работников. Человек рабочий в социалистическом обществе другой, он отрицает того, он по-другому относится. Но и во всех сферах жизни это себя проявляет в полном объеме. Нет таких сфер жизни, в которых бы не содержалось отрицание капитализма. У нас снятие предполагает только удержание самого ценного, а не все. Загрибаем. Только самое ценное мы высасываем, подергиваем и передаем следующей формации. Так это и есть отрицание. То есть вы берете... Отрицание это вовсе не означает... Но это не в полном объеме. Ну как же не в полном. Вы отрицаете все. Это значит, что... Ну если вот вы съели всю курицу, то что вы ее все отрицали? В полном объеме игры... Кости я отрицаю. Не отрицаете вы. Как? А так вы... Кости я не кушаю. А вы их выбросили в помойку. Совершенно верно. Ну так а что же вы говорите, что не отрицаете? Самым злодейским путем поступить. Я из курицы, как некого целого, отрицаю кости. Вы все отрицаете. Все, что вы съели, стало моментом вашего организма. В вас они. Вот это вы есть отрицание курицы. Вот вам яркий пример. Вы хотели быть отрицанием говядины, но говядину трудно купить сейчас. Поэтому вы отрицание курицы. Да. Начало не развитый результат. А результат развернутое начало. А можно ли сказать, что школьник не садился за домашнее задание, если он начал выполнять его, отвлекся и не закончил? Раскройте, пожалуйста. А я не понял вопроса. Можно ли сказать, что школьник не садился за домашнее задание, если он начал выполнять его, отвлекся и не закончил? Нельзя так сказать. Вы же сами сказали, что он начал. А раз начал, значит садился. Ну да как? Что это вы так спрятнете? Это тут непонятно. Значит нельзя сказать, что он не садился. Садился, а потом отвлекся. То есть было первое отрицание, то он сел и стал заниматься. Потом второе отрицание, он перестал заниматься и пошел по телефону разговаривать или смотреть что-то в интернете. Вот и все. Это второе отрицание. Что тут непонятного? А как вы будете говорить, что он не садился, когда он садился? Он садился и просидел три минуты. А как вы после этого будете говорить, что он не садился? Садился. Вот я сейчас, скажем, приду в следующий раз. Первые три минуты буду лекцию читать, вы будете записывать. Потом встану и уйду. А потом злые люди будут говорить, что я даже не начал лекцию. Это будет грязная клевета в мой адрес. Я начал и хотел читать, а потом узнал, какие тут замыслы. Я развернулся и ушел. Поэтому тут все аккуратно. Он садился. Как человек сам не может запутаться в двух соснах? Сам же говорит, что ребенок сел. Ну как же он не садился, когда он сел учиться, а результата не было. Раз не было результата, значит, не было развитого начала. Значит, не было начала. Человек такой будет. Не было развитого, но начало было. Просто может результат не является... Не развернулся. Начало не развернулось. Начало не развернулось. Чуть-чуть развернулось. Так, еще какие есть вопросы? – Михаил Васильевич, Вы бы еще раз пояснили, что значит сущность есть рефлексии Я. – Сущность? – Да. – Рефлексия. Легче объяснить, что такое рефлексия. – Ну, оно многозначно. Это и различие, и не отражение. – Нет, не многозначно. Сущность объясняют дети через рефлексию. Рефлексия – это есть что? Это отрицание. Это категория отрицания Я. И без категории рефлексии понять сущность нельзя. Потому что сама природа сущности – это отрицание бытия. А вот когда вы берете снова отрицание уже сущности, у вас получается категория понятия, которая включает в себя и бытие. И отрицание этого бытия в сущности, и потом снова восхождение к бытию. Но уже это такое восхождение через действительность и понятие. А понятие можно брать и как объективное, в том смысле, что вот понятие яблока – это определенный вид плодов и так далее, и так далее. А можно брать это понятие как субъективное, как отражение в сознании, тогда написать, что это красное яблоко. Потому что сейчас уже не знают, какие у нас сорта, а просто пишут «желтое яблоко», «красное яблоко» и «зеленое яблоко». Но как отрицание бытия – это первичное определение, видимо, рефлексии. А дальше уже какие-то новые значения. Да, конечно. Так вот тут же раскрыто. Что такое рефлексия? Она выступает как явление и как действительность. Тут же прямо в разделе «рефлексия» прямо написано. Берешь раздел «рефлексия», в нем что написано? Вот «сущность как рефлексия в себе самой». Что мы там видим? Первая глава – видимость. Это вот рефлексия, это вот как видимость. Потом вторая глава – определённые сущности или определение рефлексии. Это вторая глава. И там тоже свое различие. Это же все относится к рефлексии – разность, и противоположность, и противоречие. А вот потом уже, вот потом уже, когда вы берёте… Да, и третья глава тоже под это подпадает. Вот пока вы не дойдёте до явления, всё это будет раскрытие сущности как рефлексии. Тут смотрите в оглавлении. Там очень хорошо видно, где кончается сущность и где начинается другое. Сущность кончается тогда, когда после неё идёт второй отдел – явление. А явление уже – это уже и сущность, и не только движение в глубину, но и выход наверх. Поэтому это нельзя подвести под сущность. Оно включает сущность, но не исчерпывается. Оно не исчерпывается, а наши занятия уже исчерпались. Спасибо большое за участие, за активность, за внимание и за понимание. Спасибо. 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 Спасибо.